В канун 70-летия Великой Победы в Славянске-на-Кубани появился новый памятник воинам-освободителям – «Вечная слава павшим за Родину». На торжественном митинге побывала и наша съёмочная группа. 6 мая в Славянске-на-Кубани состоялось торжественное открытие памятника «Вечная слава павшим в боях за Родину» в 1941-1945 годах. Инициаторами проекта выступил Славянский районный совет ветеранов войны и труда совместно с поисковым отрядом «Кубанский рубеж» клуба К-95 при поддержке администрации и жителей города. На митинге присутствовал глава Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. «Возвращая историческую справедливость, нами принято решение именно на этом месте установить новый памятник с полным перечнем фамилии Закарума. Установкой памятника мы увековечим имена наших героев, отдавших свои жизни за спасение родной земли». Новый памятный знак установлен как дань памяти солдатам, умершим в госпиталях станицы Славянской в 1941-1943 годах. По данным поискового отряда «Кубанский рубеж», тела более 270 солдат были захоронены на территории старого кладбища возле свято-успенского храма. Все эти годы захоронения на гражданском кладбище оставались нетронуты и безымянны. «Здесь покоятся бойцы Красной Армии, умершие в госпиталях, будучи на излечении после ранения. Как правило, они были здесь тяжело ранены. Госпиталя находились в первой школе и в техникуме, в помещениях современного сихвостехникума. Они там находились, те, которые все-таки не выживали. Они хоронились уже, как было вышесказанно, в трех местах. Это дань уважения, это наша обязанность, честь, это наш долг – помнить о них и увековечивать их, и передавать». Память о событиях Великой Отечественной войны не подвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Пришедшие на митинг юные славянцы тому подтверждение. «Они воевали ради жизни на земле. Они сражались, чтобы у нас было все хорошо. Они не знали нас, но они воевали, чтобы у нас все было хорошо. Надо чтить память о наших ветеранах. Они сражались ради жизни на земле». «Я считаю, что если бы сейчас не было ветеранов, то не было и нас, потому что они защищали нашу родину и отстояли ее. И мы должны помнить и чтить наших ветеранов многие века и поколения». «Чтобы будущее поколение могло знать, что воевали солдаты ради того, чтобы мы сейчас жили». Теперь жители города могут гордиться еще одним памятным местом на своей малой родине, приводить сюда детей, внуков и рассказывать героическую историю своих предков – воинов-освободителей Великой Отечественной войны. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».